Несмотря на прошедший дождь, в Иркутской области продолжает гореть лес. Сейчас при Ангаре, по данным пресс-службы региональной администрации, действуют два лесных пожара. Тайга горит на площади 52 гектаров. Пламя бушует в Ольхонском и Качугском районах. К тушению привлечено 62 человека. Задействованы 10 единиц техники. С начала пожароопасного сезона в лесах области зафиксировано 744 возгорания. Огонь прошелся по территории 80 тысяч гектаров. В прошлом году за такой же период зафиксировано на 506 очагов больше. У жителей Иркутского микрорайона Новоленина изъяли около 300 граммов синтетических наркотиков. Задержание подозреваемого провели в ходе профилактической операции МАК сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков городской полиции. При досмотре у 30-летнего мужчины обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотики синтетического происхождения, так называемые скорость, соль, амфетамин и другие. По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Сообщить о лицах, занимающихся распространением наркотиков, и местах их сбыта можно в любой отдел полиции или по телефону доверия 21 60 40 или 02. В подозреваемых в карманных кражах продолжают задерживать полицейские в Иркутске. Накануне в дежурную часть 5-го отдела полиции обратилась студентка. Она сообщила, что на улице Чехово в районе Центрального рынка у нее из сумки похитили сотовый телефон. Меньше суток потребовалось оперативникам, чтобы задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за карманные кражи 28-летний местный житель. Еще одного также нерассудимого 34-летнего мужчину задержали по подозрению в краже мобильника из рюкзака школьницы в общественном транспорте. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ким Сун Ир подозревается в совершении преступлений на территории России. Еще в начале мая этот гражданин Северной Кореи и его земля Ким Сун Ир ехали в пассажирском поезде номер 43. Вероятно, они не рассчитали дозу алкоголя, поэтому попали под пристальное внимание забайкальских полицейских. Чтобы сотрудники не составляли протокол об административном правонарушении за появление пьяным в общественном месте, Ким Сун Ир положил в их папку 10 тысяч рублей. Полицейские от денег отказались, а в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Бурятия обеспокоены обмелением Селинги. Уровень воды достиг почти критического значения, и река грозит превратиться в маловодную. Селингу, как и другие водоемы, специалисты замеряют дважды в сутки. 17 мая зафиксирован рекорд – минус 59 сантиметров. Это ниже среднемноголетних значений почти на метр. Решающую роль сыграли малоснежная зима и сухая погода. Обошлось и без человеческого фактора. Из-за массовой вырубки деревьев леса не могут сохранять влагу, которая и обеспечивает поступление воды в Селингу. Специалисты уверены – маловодие реки негативно скажется на популяции многих видов рыб. Убытки уже подсчитывают и в судоходстве. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на электронную почту astmrsobaka.ru или звоните по телефону в редакцию 33 13 28.